Христос воскресе, дорогие телезрители! Сегодня, 7 мая, в пятницу Светлой Седмицы, Православная Церковь совершает празднование иконе Божией Матери «Живоносный источник». В V веке в Константинополе, близ так называемых «Золотых ворот», находилась роща, посвященная Пресвятой Богородице. В роще был источник, с давних пор прославленный чудесами. Постепенно это место заросло к устарникам, а воду затянуло тиной. Однажды воин-лев Маркел, будущий император, встретил в этом месте слепца, беспомощного путника, сбившегося с дороги. Лев помог ему выйти на тропинку и устроиться в тени для отдыха, а сам отправился на поиски воды для освежения слепого. Вдруг он услышал голос «Лев, не ищи воды далеко, она здесь близко». Удивленный таинственным голосом, он стал искать воду, но не нашел. Когда же остановился в печали и задумчивости, вторично раздался тот же голос «Царь-лев, пойди под сень этой рощи, почерпни воды, которую ты там найдешь, и напой ею жаждущего, тину же, которую найдешь в источнике, положи на его глаза. Потом ты узнаешь, кто я, освещающая это место. Я помогу тебе вскоре воздвигнуть здесь во имя мое храм, и все приходящие сюда с верою и призывающие мое имя получат исполнение своих молитв и полное исцеление от недугов». Когда Лев исполнил все повеленное, то слепой немедленно прозрел и без проводника пошел в Константинополь, прославляя Богоматерю. Это чудо совершилось при императоре Маркиане. Императора Маркиана сменил Лев Маркел. Он вспомнил о явлении и предсказании Божьей Матери, приказал очистить источник и заключить в каменный круг, над которым был построен храм в честь Пресвятой Богородицы. Император Лев назвал этот родник живоносным источником, так как в нем проявилась чудодействующая благодать Божьей Матери. Император Юстиниан Великий был человеком, глубоко приверженным к православной вере. Он долго мучился водяной болезнью. Однажды в полночь он услышал голос, «Ты не можешь вернуть себе здоровье, если не напьешься из моего источника». Царь не знал, о каком источнике говорит голос, и впал в уныние. Тогда Божья Матерь явилась ему уже днем и сказала, «Встань, царь, иди на мой источник, выпей из него воды, и будешь, как прежде, здоров». Больной исполнил волю владычицы и вскоре выздоровел. Благодарный император воздвиг около храма, устроенного львом новый великолепный храм, при котором впоследствии был создан многолюдный монастырь. В 15-м столетии известный храм живоносного источника был разрушен мусульманами. К развалинам храма приставили стражника-турка, который не позволял подходить к этому месту. Постепенно строгость запрета смягчилась, и христиане поставили там небольшую церковь. Но и она в 1821 году была разрушена, а источник засыпан. Христиане вновь очистили развалины, открыли источник и по-прежнему черпали из него воду. Впоследствии в одном окне среди обломков был найден полусгнивший от времени и сырости лист с записью десяти чудес от живоносного источника, совершившихся с 1824 по 1829 годы. При султане Махмуде православные получили некоторую свободу в совершении богослужения. Они воспользовались ею, чтобы в третий раз воздвигнуть храм над живоносным источником. В 1835 году с великим торжеством патриарх Константин в сослужении двадцати архиереев и при большом количестве богомольцев осветил храм. При храме устроили больницу и богодельню. Один Фессалиис с молодости испытывал сильное желание посетить живоносный источник. Наконец ему удалось отправиться в путь, но в пути он тяжело заболел. Чувствуя приближение смерти, Фессалиис взял слово со своих спутников, чтобы они не предавали его погребению, а отвезли тело к живоносному источнику. Там возлили на него три сосуда с живоносной водой и только после этого погребли. Желание его было исполнено, и у живоносного источника к Фессалиицу вернулась жизнь. Он принял иночество и в благочестии провел последние дни жизни. Явление Льву Маркелу Божией Матери совершилось 4 апреля 450 года. В этот день, а также ежегодно, в пятницу Светлой Седмицы, Православная Церковь празднует обновление Константинопольского храма в честь живоносного источника. По уставу в этот день совершается чин водоосвящения с пасхальным крестным ходом. Пресвятая Богородица с Богомладенцем изображена на иконе над громадной каменной чашей, стоящей в водоеме. У водоема, наполненного животворной водой, изображены страждущие телесными недугами, страстями и душевными немощами. Все они пьют эту живительную воду и получают исцеление. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов, преподобного Саввы Печерского в Ближних пещерах, преподобного Алексия Затворника Печерского в Ближних пещерах, мученика Александра Леонского, мучеников Пасекрата и Валентина, мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и иных, преподобные Елисаветы, Константинопольская чудотворица и Гумени, преподобного Фомы Юродивого Сирийского, святителя Симеона Стефана Трансильванского митрополита, священномученика Бранко Доброславлевича Пресвитера, мученика Сергия Архангельского, совершается празднование икони Божией Матери Молченская. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Воистину, воскресе Христос! Субтитры создавал DimaTorzok